Девушки отдыхают 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 Чуть позже они танцевали самую популярную фокстрот 41-го года Риорита. Как всегда мы поем все вместе. Почти восемь лет возвращаемся к мелодии Риориты, а поем уже совсем другие песни. Вместе с которыми жили и живем в нашей другой стране. И сейчас будем вместе с вами по-другому резерву. Риорита 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 КОНЕЦ 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 Какой чудесный день! АПЛОДИСМЕНТЫ Какой чудесный день, Какой чудесный день! И песенка моя, как будет себя, И песенка моя, и песенка моя, и песенка моя. И песенка моя, и песенка моя, и песенка моя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Если ворон выше нет, Дело стало быть к войне, Если дать ему кружить, Значит всем на фронт идти. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Чтобы не было войны, Надо ворона убить. Чтобы ворона убить, Надо ручья зарядить. А как станем заряжать, Всем захочется стрелять. Ну а как стрельба пойдет, Пуля дырочку найдет. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Ей, не шалко никого, Ей попасть бы только в кого Хоть чужого быть свободом Лишь бы все до одного Боли, боли, ничего Боли, боли, ничего Боли, боли, никого Боли, боли, никого Кроме ворона того Стрелнуть никому в него Стихло в улицах вранье Замерло движение Улетело воронье на поля сражений Лишь ползут из тишины Сердце разрывая Как извозчики войны Красные трамваи Надеваю шинель Главную одежду Понимаю сильнее Всякую надежду Замирает в тиши Чуткий, голосистый Телеграф моей души Нет телеграфиста Он несет свой синий кант По сражениям грозным Он уже прописан Там, там с пропиской Просто южный фронт Билетаж У конца дороги От угла Второй блиндаж Вытирайте ноги АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу рассказать историю о том, как я однажды, много лет, я где-то лет с пяти очень молился каждый день, что у меня была сестренка. Прямо мне безумно хотелось. И вот когда мне исполнилось 7 лет, мама забеременела. И тут выяснилось, что это будет девочка. Я понял, что у меня будет сестренка. И все, ну, до того, как мама поехала в больницу, я заботился о ней, помогал ей. Мы с папой все там делали за нее. И когда, я помню, первую ночь, вот мама приехала с сестренкой, я смотрела, наверное, полночи на эту маленькую сестренку в ее колыбельной и пел ей песенку. Это был мой самый счастливый момент. Наверное, счастливого момента у меня не было. Ну, мне еще было рано думать о фронте тогда. И я еще целый год проволандился, но сердце мое не выдерживало. Потому что я был очень красный вот мальчик. И воевать с фашизмом была моя профессия. И я рвался на фронт со страшной силой, как и мои друзья. И мы с моим приятелем ходили, пошли в военкомат, чтобы нас взяли в армию. Но капитан Кочаров, который там работал, выгнал нас. Мы пришли на следующий день, он нас снова выгнал. Потом мы ходили так в течение месяца. И тогда он уже обалдев от нас, дал нам повестки, пачку повестки, сказал разносите. А когда на фронт пошли? Потом, потом, сказал. И мы стали разносить повестки. Это было очень горькое занятие. Потому что наш приход в любой дом, в любой двор вызывал слезы, истерики, крики. Мы проклятали, в общем, эту работу. Но потом мы снова к нему пришли, взяли его за горло. И тогда он сказал, вот вам повестки, и пишите сами себе, я писать не буду. И мы написали. И мой приятель как бы случайно занес повестку мне домой, а я ему домой. И моя тетя сказала, тебе еще рано, и я сейчас пойду и все устрою. И я ей сказал, что ничего не рада, шейте ты вещевой мешок, я все равно уйду. Ах, война, что ж ты сделала полая? Сложности не один, он не знаю. Наши дихими наши дворы. Наши мальчики головы подняли, Пострахели они дворы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Приглашаю всех танцевать. 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 Создан. Два Центра. Два Центра. Я хочу вам рассказать про свой очень хороший момент в жизни, когда мне было очень хорошо и я была просто счастлива. Однажды я со своей семьей захотели взять из детского дома мальчика. Мы посмотрели в интернете, какие там есть дети. Мы увидели очень красивого маленького мальчика. И оказалось, что есть брат у него. Звали их Мирон и Матвей. Мы их установили, теперь они у нас живут дома. Мы им сделали другие имена и зовут их теперь Паша и Петя. Они очень веселые, любят везде бегать. Очень нравятся им всякие машинки. А потом через некоторое время мы узнали, что у них есть сестра. Она взрослая, ей было 12 лет. И она жила в школе-интернате в Мордовии. И мы ее взяли и оказалось, что они были братья, а она их сестра. Она не знала, что у них есть братья. Вот. И мы были очень счастливы. И теперь я приезжаю домой, и они, мальчики, всегда дома. А сестру их звали Люда, и она теперь учится в этой школе. И я даже забыла, то, что мы ее взяли. Я всегда думала, она моя родная сестра. И с мальчиками тоже самое. Вот. И теперь у нас есть няня. Она уже с нами 8 лет. И она в моем детстве была. Была в детстве моей старшей сестры. Вот. И теперь она гуляет с ними. И теперь они учатся разговаривать. И всему то, что делали мы раньше. Вот. И это был самый мой счастливый момент. Вот я вспомнил о начале войны. Мне, в общем, тоже любопытная деталь. Смешная, конечно. Мы едем на фронт впервые. Я весь сотрясаю. Я не могу спать в эшелоне. Не могу спать, потому что я на фронт еду воевать. Нам выдали всем, кроме обмундирования, еще по карабину. Вот у меня карабин. Да еще патронтаж. И все спят. А я не могу спать. Наконец, эшелон останавливается где-то ночью. И я выхожу из вагона, спускаюсь из теплушки. И начинаю с карабином ходить вдоль вагона. Хотя никто мне этого не поручал совершенно. Я попит. Он меня останавливает. Иди спи. Нет, я не мог. Нет, я должен был быть воином. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но однажды, когда миссершмитты Как вороны разорвали на рассвете Тишину Наш король! Как король! Он кипченку, как корону на бегрень! И пошел на войну Вновь играет радиола Снова солнце в зените Да некому оплакать его жизнь Потому что тот король был один Уж извините Королева не успел обзавестись Но куда бы я ни шел Пусть какая ни забота По делам или так погулять Все мне чудится, что вот За ближайшим поворотом Короля повстречаю опять Потому что на войне хоть и правда стреляют Не для Ленки сырая земля Потому что виноват Но я Москвы не представляю Без такого, как он Короля АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 До фронта, конечно, мы все очень горели, хотя обстоятельства были сложные, и быт был очень трудный, но мы этого не замечали. Все были девятиклассники, десятиклассники, все были городские, командовали нами такие старые сержанты из регулярной армии, презирали нас за грамотность, мы отвечали усмешечками, в общем. А потом нас отправили на фронт, это две месяцы уже, и все продолжалось, ну, в день пятнадцатого года. Потом этот романтизм быстро кончился, и мечталось только об одном, чтобы ранило, и полежать в госпиталь и поспать. А потом, спустя некоторое время, началось отвращение к войне. Мы почувствовали на себе эту грязную работу, и увидели и кровь, и гибель людей. Потом все дурные качества человеческие на фронте выходили наружу. И мы увидели, мы уже стали целым людям. В общем, все это был большой опыт. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Один солдат на свете жил Там на ниточке висел, ведь был солдат бумажный Он был бы рад в огонь и в дым за вас погибнуть дважды Но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный Не доверяли вы ему своих секретов важных А почему? А потому что был солдат бумажный А он судьбу свою, клянями тихой жизни жаждан И все просил огня, огня, забыв, что он бумажный В огонь, ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды И там зарел он, нельзя грешь, ведь был солдат бумажный И там зарел он, нельзя, иди, идешь, иди, идешь, иди, идешь Как краску, ударишь шаг по улицам, солдаты Как просто стать солдатом, солдатом А будут все домашние заботы Не надо ни зарплаты, ни работы Иду к себе, играю автоматом Как просто быть солдатом, солдатом Иду к себе, играю автоматом Как просто быть солдатом, солдатом А если что, не так и наше дело Как просто быть солдатом, солдатом А если что, не так и наше дело Как говорится, родина белела Как сломен 넛чутся в одном Начнем и новcape А чем простым солдатом, солдатом Как сломен 넛чутся в нем Начнем и новcade Как сломен нет Как сломен LEW duel С golf Солдатом Аплодисменты Как сломен Все это важно О чем здесь Она была очень маленькая, и когда мы ехали домой, она сидела у меня на коленях в сумке. Она сидела смирно. И мы слушали с ней радио, ей очень понравилось. Потом, когда мы приехали домой, она не вылезала из сумки, она смотрела на дом, потом она вылезла из сумки, тела, ходит подобных. Мы думали, куда ей домик поставить. Но у нас пока даже домика не было. И мы едали коробку, и туда заснули полотенце. И она ее очень полюбила, сейчас эта коробка спит в коридоре, и мне очень нравится, когда она туда заходит. И она туда тащит свои игрушки, мои игрушки, она их грызет. Ей очень нравится, ей очень нравится, особенно есть. Есть любимое блюдо, почти такой бляжи. Наша минометная батарея лишилась аттестата продовольственного. И нам нечего было есть. И тогда наш командир, это было на Северном Кавказе, под Моздоком. И наш командир, мы пришли в какой-то населенный пункт, и расположились в каком-то сарае. И он говорит, значит, что надо идти по домам и просить милосты. Хлеба просить. Есть милосты. И мы разбились по два человека и пошли по домам просить. Да, просить хлеба. Ну, а это был такой довольно богатый, зажиточный какой-то на Тереге. Такой совхоз, что ли, я не знаю. И я помню очень хорошо, как мы с приятелем пришли в один дом. И прошли темные сени. И я зашел на кухню, встал на пороге кухни, а приятель стоит за мной в темных семях. И я заметил, когда мы входили, что какие-то белые слои такие лежат в сенях. Но что это такое, я не помню. Не знаю, не знал. И я зашел на порог кухни, и там за столом сидит мужик здоровенный. У него выпивка стоит, а хозяйка у печки, значит, что-то такое на сковороде, очень пахнет одуряюще. Я даже что-то несет ему на сковороде. Ужин. А я ей говорю, вы знаете, вот у нас еды никакой нет. Может, вы что-нибудь можете нам дать? Она говорит, нет ничего, нет ничего, идите отсюда. И мы повернулись и вышли. Вышли, а когда уж отошли от дома, приятель мне показывает и за пазухи достал кусок сала. Пока я с ними разговаривал, он, это белое, оказалось салом с венами. Он кусок, значит, сумма в себе. И мы ходили вот так с мешком, кто хлеба давал, кто огурец соленый там, кто-нибудь еще, кто-нибудь приносили в этот сарай, раскладывали все по кучкам, потом отворачивались, и кто-то говорил там, тамота, тамота, и мы давали кучку. Вот это запомнил срочно. Второй включить. В поход на большую страну собирался король, Ему королева мешок сухарей насушила, и старую мантию так аккуратно зашила, дала ему пачку махорки и в тряпочке соль, И руки свои королю вложила на грудь, Сказала ему, обласкав его взором лучистым, Получшие бель, а не то прослывешь пацифистам, И гряненько сладких отнять у врага не забудь. И видит король его ускор, Стоит средь двора Пять грустных солдат, Пять веселых солдат и фрейтор, Сказала ему, король не страшны вам, Ни пресса, ни ветер, Врага мы в подъеме с победой придем, И ура! И вот от гремела прощательных речей торжество, Пять грустных солдат и гроздей свою армию переночил. И фейдер паральной листой, И отчасти на пленке. Но пряникам целый мешок Заходили камень. Играйте оркестры, Звучите и песни, и смех. Минуты обещали, Не стоит друзьям предаваться, И грустным солдатам Если с лучами остаться. И пряникам стати всегда Не хватает на всех. И грустным солдатам Если с лучами остаться. А пряникам стати Всегда не хватает на всех. С детских лет поверил я, Что от всех болезней Капель датского кроля Не найти болезней. И сих пор горит во мне Огонек той веры. Капель датского кроля Пейте, кавалеры. Капель датского кроля Или кролевы Это крепче, чем вино Слаще крамели И сильнее клеветы Страха и холеры. Капель датского кроля Пейте, кавалеры. Рев орудий, посвист пуль, Звон штыков и сабель Растворяются легко В звоне этих капель. Солнце, май, арбат, любовь Выше нет карьеры. Капель датского кроля Пейте, кавалеры. Слава голову кружит Власть сердца щекочет Грош цена тому, кто стать Над другим захочет Укрепляйте организм Принимайте меры Капель датского кроля Пейте, кавалеры. Если правду прокричать Вам мешает кашель Не забудьте отхлебнуть Этих чудных капель Перед вами пусть встают Прошлые примеры Капель датского кроля Пейте, кавалеры. Белый свет я обошел Но нигде на свете Мне, представьте, не пришлось Встретить капли эти. Если ж вам вдруг повезло То тогда без меры Капель датского кроля Пейте, пейте, кавалеры. Меня зовут Молчанов Никита Я из 6-го Б Мне кажется, самая счастливая в жизни Это любовь Мне нравится одна девочка Из нашего класса Она об этом знает Когда началось наступление, наконец Конечно И вдохновение больше было И потом Как-то все это образовалось Больше, конечно И дисциплина лучше была И уже этого яролаша не было Все как-то стабилизировалось уже И мы служили Единственное, что было тяжело Я вспомню Это было Помимо там голода периодического Недосыпания и всего этого Мне известно, когда кончится война Вот это была самая тяжелая Я готов был Если бы я знал, что 5 лет Я должен воевать Я готов был Приспособить себя Но когда мне известно сколько Вот это самое ужасное На этом теле было много разговоров И вдохов И все это А мы с тобой, брат из пехоты А летом лучше, чем зимой С войной покончили мы счеты С войной покончили мы счеты С войной покончили мы счеты И лишь нет Пошли домой Война разнула и красива Пришел в коллекции и собор Четыре года мать без сына Четыре года мать без сына Четыре года мать без сына И лишь в ней Пошли домой Сочи и бегу в наших улиц Опять, опять, товарищ мой Спаси пропавшие вернулись Спаси пропавшие вернулись Спаси пропавшие вернулись И лишь в ней Пошли домой А мы с тобой И отчаянии И спешать по небу Вставай, вставай, одна волчани Вставай, вставай, одна волчани Вставай, вставай, одна волчани Вставай, вставай, одна волчани И лишь в ней Пошли домой Что я скажу твоим домашним Постану ряд перед тобой Неужто грязный днём вчерашний Неужто грязный днём вчерашний Неужто грязный днём вчерашний И ещё день пошли домой Мы все на борьбе жаль и единицы Единственные днём вчерашний Опять весна на белом свете Опять весна на белом свете Опять весна на белом свете И ещё день пошли домой Он не писал с передовой Она совсем подросток Звалась соломенной вдовой Сперва соломенной вдовой Потом вдовую просто Под скрип сапог, под стук колёс Война её водила И было как-то не до слёз Не до раздумий было Лежит в шкатулке медальон Убитого солдата Давно в гражданке батальон В том, где он служил когда-то Но так устроено уже Не сохнет лист весенний Не верят вдову в смерть мужей И ждут их возвращения Не то, что вдаль дорогу глядят С надеждой на чудо Что, мол, вернётся он назад Что вот придёт домой солдат Неведомо откуда А просто, бед приняв сполна Их взгляду нет границы И в нём такая глубина Что голова кружится Как будто им глаза даны Чтобы глазами теми Всем невернувшимся с войны Глядеть на мир весенний АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 И это ей странно с собой, Пока еще хватает Времени и огня. Давай же ты всем понемногу И не жалуй про меня. Дай ты всем понемногу И не жалуй про меня. После дождичка небеса просторны, Голубей вода, зеленея медь, В городском саду флейты давалторны, Копельмейстеру хочется взлететь. Ах, как помнятся прежние оркестры, Не военные, а из мирных лет Расплескалася в уличках окрестных, Тя мелодия о поющих нет. Расплескалася в уличках окрестных, Тя мелодия о поющих нет. Сами женщины, все они красивые, И черемуха вся на цвету. Может, жребина выпадет счастливый, Снова встретимся в городском саду. Но из прошлого, из былой печали, Как несетую, как камни мою, Проливается черными ручьями, Эта музыка прямо в кровь мою, Проливается черными ручьями, Эта музыка прямо в кровь мою. Это стихотворение 83-го года, Которое Баджаба написал, Когда я пошла в школу. Слишком много всяких танков, Всяких пушек и солдат, И военные оркестры Слишком яростно звучат, И седые генералы Хоть и сами пули льют, Но за скорые победы С наслаждением водку пьют. Я один, А их так много, И горды они собой, И военные оркестры Заглушают голос мой. Сейчас должен был петь Слава Ямбар, Про медсестру, Которую он спросил о чем-то, Не Слава, В песне так поется. Вот. И у него сейчас спектакль, Ну, репетиция срочная В музее Булага, По так, как и дольше, И как и дольше день, Он не смог прийти. И я вот решил попробовать, Заметь у вас свою песню Стихи о Куджаве И спектакль, Который он сделал в 81 году. Я попробую сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ Не верю в Бога и судьбу, Молюсь прекрасному и высшему, Пред назначению своему, На белый свет меня явившему. Чвадливый черти дьявол зол, Бездарен Бог ему не можется, О, были помыслы чисты. О, были помыслы чисты. О, были помыслы чисты. А остальное Все приложится. Верчусь, как белка в колесе, С надеждою своей за пазухой. Ругаюсь, как мастеровой, То тороплюсь, а то запаздываю. Покуда дремлет Бог войны, Покуда дремлет Бог войны, А остальное Все приложится. Молюсь, чтоб не было беды, И мельница, молюсь, и мыльница, В воде простой, когда она Из золотого храна вырвется. Молюсь, чтоб не было разлук, Разлук, чтоб больше не тревожиться, О, были в небеса чисты. О, были в небеса чисты. О, были помысли чисты, О, руки были вычисты, Остальное все приложится. Счастье я испытал в 13 лет, когда я первый раз поблился со своим папой. Я все детство наблюдал рекламу, наблюдал со своим старшим братом, который греется, рекламу эти колонны для молодой парниши со своими отцом. Стоит перед зеркалом, намазывает свой подбородок кремом. Я ждал, когда на моем подбородке тоже начнут расти волосы. И вот лет в 13 у меня был найден подростковый кушок. Я действительно отдалился и сказал папе об этом. После чего мы с папой пошли в ванную. У меня еще не было своих принадлежностей для этого, но он поделился своими. Мы намазались вместе и вместе начали водить лезвием по своим лицам. Ах, что-то мне не верится, что я, брат, воевал. А может, это школьник меня нарисовал. Ах, что-то мне не верится, что я, брат, убивал. А может, просто вечером в кино я побывал. И не хватало оружия чужую жизнь рушал. И руки мои чистые и правят на душах. Ах, что-то мне не верится, что я не пал в бою. А может быть, подстрелянный давно в живом мраю. И кущи там, и рощи там, и кудри по плечам. А эта жизнь прекрасна и штуцами по ночам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Джозисты уходили в ополчение Цивильного не скину облачения Трамбонов и чечета королей В солдаты необычно шли К ларнетам принцы, словно принцы крови Магистры саксофонов шли И кроме шли барабанных палок колдуны С крипучими подмостками войны На смену всем оставленным заботам Единственное зрело впереди И скрипачи ложились к пулеметам И пулеметы бились на груди Но что поделать, что поделать, если Атаки были в моде, а не песни Кто мог тогда их мужество учесть Когда им гибнуть выпадала честь Едва затихли первые сражения Они редком лежали Без движения В костюмах предвоенного житья Как будто притворяясь и шутя Их дели их ряды и убывали Их убивали, их позабывали И все-таки под музыку земли Их поминания светлые внесли Когда на пятачке земного шара Подмайский марш Торжественный такой Отбила каблуки Танцуя пара За упокой их душ За упокой Поэтому мы будем танцевать В их память Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Танцуют все! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще раз ура! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok